Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал записки вязальщицы. Меня зовут Светлана. И сегодня у нас выпуск из рубрики вязальный лайфхак с Diamond Wool. И сегодня я вам покажу очень полезный прием вывязывания имитации прорезного горизонтального кармана на уже готовом изделии. Часто бывает так, что мы связали кардиган, допустим, или какой-то джемпер. И в конце понимаем, что нам хотелось бы сделать карманы, что изделие, допустим, выглядит немного неоконченным и хочется внести в него какую-то изюминку в виде каких-то интересных карманов. Или когда мы боимся не угадать с тем местом, где нам нужно вывязывать прорезной карман. Как вы знаете, прорезной карман изначально делается уже при вывязывании основного полотна. И достаточно тяжело как раз-таки найти то место, где начать его делать. Так как мы знаем, что вязанное полотно имеет свойство очень растягиваться в длину. Особенно если это большие тяжелые изделия, такие как кардиганы, пальто и так далее. Поэтому беспроигрышный вариант будет связать прорезной карман уже по готовому изделию. То есть у вас полностью готовое полотно, вы никаких разрезов, ничего не делали. И вот на этом образце, вот так вот он выглядит, это был связан образец лицевой гладью и по периметру, как видите, рис. И вот так выглядит имитация прорезного кармана. То есть он абсолютно идентичен прорезному карману, выглядит абсолютно точно так же. Вот так выглядит изнанка. И давайте с вами посмотрим и научимся, как же сделать такой карман. И это значительно облегчит работу с карманами в дальнейшем на уже готовых изделиях. Итак, давайте начнем. Теперь давайте обсудим, что же нам понадобится для того, чтобы связать вот такой карман. Нам понадобятся спицы, которыми вы вязали основное полотно вашего изделия. У меня это размер 3,75. Также вам понадобится, естественно, пряжа, которой вы вязали основное полотно, так как у нас карман будет точно такого же цвета. Моточек пряжи основного полотна. Дополнительная ниточка, желательно не пушистая. У меня это хлопковая нить, тоньше, чем нить основного полотна. Дальше нам понадобятся две дополнительные спицы для того, чтобы снимать петли. Это спицы на несколько размеров меньше. То есть изначально у меня полотно вязалось спицами 3,75. Здесь у меня 3,0 размер спиц. Две дополнительные спицы. Естественно, иголочка. И ножницы. Это все, что нам пригодится в данном уроке. Итак, давайте приступим. Я уже сделала заготовку. Связала образец, на котором, собственно, и будем мы вывязывать прорезной, так называемый, карман, на уже готовом изделии, чтобы он выглядел как прорезной. Теперь переворачиваем наш образец на изнаночную сторону и нужно разметить края нашего будущего кармана. Я уже в одном месте, с одной стороны, продела дополнительную ниточку контрастного цвета и чуть тоньше, чем основное полотно, да, ниточка основного полотна. И дальше, с противоположной стороны, нужно внимательно следить за тем, чтобы вы не сместились и не отметили какую-то ненужную петелечку. Обязательно это нужно проверить несколько раз, чтобы не сместиться. И точно так же, как с одной стороны, я продеваю вот таким образом, я уже отметила себе необходимую петелечку. И вот так, через один ряд я продеваю. Тоже здесь нужно не сместиться и внимательно выделить необходимый нам ряд. Вот таким образом, через одну петелечку я поднимаюсь до нужной мне высоты. Я это завершу уже без вас. Далее нам понадобится ниточка нашего основного полотна для вывязывания мешковины нашего кармана будущего. И при этом мы оставляем достаточно длинный кончик. Сантиметров, ну, если на готовом изделии, то сантиметров 30 мы можем оставить. Здесь, так как у нас образец небольшой, я оставлю сантиметров 15-20. И дальше нужно нам поднять петли нижнего края нашего будущего кармана. Я приставляю нашу ниточку. Вот. И начинаю прямо вот из крайней петли, начинаю поднимать наши будущие петли. Это можно сделать с помощью крючка, чтобы было, допустим, удобнее. Я взяла спицы и попробую ими быстренько набрать. И, естественно, мы тоже без смещения поднимаем все наши петли необходимого нам ряда вплоть до следующей отметки контрастной ниточкой. Главное, не сместиться ни на ряд вниз, ни на ряд вверх. Проверяйте обязательно после каждой поднятой вами петли. Старайтесь не запутаться. И перепроверяйте себя обязательно, чтобы потом не распускать. Все. Таким образом мы набираем до последней отмеченной петелечки. Поднимаем петли и вяжем вплоть до верхнего края нашего кармана. И встретимся снова. Ну вот, я набрала необходимые мне 22 петли. Как видите, нигде я не сместилась. Захватила все петельки от обоих краев. У меня получилось 22 петли. Дальше я просто переворачиваю. Смотрю, где у меня ниточка ведущая от клубочка. И начинаю с вами вывязывать полотно нашего кармана. И смотрите, так как у меня здесь на изнаночной стороне изнаночные петли, соответственно, я буду делать так, чтобы у меня, вывязав мое полотно, на изнанке были тоже изнаночные петли. Соответственно, сейчас у меня ряд, который я буду выполнять лицевыми петлями. Так, я снимаю, как обычно, просто кромочную. И провязываю все лицевыми петлями до конца. Кромочную провязываю изнаночной. И таким образом, поворотными рядами, я вяжу до последней отмеченной петли. И встретимся в конце провязанного нашего полотна. Так, я связала необходимую высоту нашей мешковины кармана. И дальше необходимо две части этой мешковины связать, соединить с основным полотном. И как я это буду делать? Я буду подхватывать те петельки, которые мы отмечали, через ряд мы их отмечали. И с одной стороны я буду подхватывать вот эту петлю, а с другой стороны я буду подхватывать две петельки, две перемычки, которые образовываются на стыке одной косички и начала другой, кромочной. Вот они, на стыке одной и другой кромочной петли. И вот таким образом я связала уже одну часть. И хорошенечко подтянуть. И на передней части образовывается вот такая картина. Ничего не видно, но тем не менее шов присутствует. Точно таким же образом мы привязываем вторую часть нашей боковины полотна кармана с основным полотном. И дальше самое начинается интересное. Нам необходимо с вами найти центральную петлю нашего полотна. Смотрите, на лицевой стороне мы аккуратненько разравниваем мешковину с нашим основным полотном и выделяем приблизительно серединку на ряд выше, чем ваше полотно, чем отмеченный последнюю петелечку нашего полотна. Нам ее нужно выделить вместе с вами. Давайте сделаем. Вот, к примеру, у нас идет вот этот ряд. И мы отмечаем, к примеру, вот следующую петлю нашу. Правильно ли у нас будет? Давайте, может быть, на всякий случай мы выделим чуть-чуть повыше. Вот у нас эта петля. Мы ее определили, да? Вот она. И нам теперь нужно взять ножницы. Вот эта петля центральная, да? Вот она. И мы берем и аккуратненько ее разрезаем. То есть я выделила с изнаночной стороны примерно этот ряд, да? И сейчас я просто на уже по лицевой стороне отошла в сторону, да, примерно на середину. Это даже может быть вот где-то здесь, но это не принципиально. И аккуратненько разрезаем эту петелечку. И дальше нам понадобятся две спицы. У меня здесь коротенькие, но я надеюсь, у меня на них все поместится. Отставляем эту иголочку, она нам уже не нужна. И дальше мы аккуратненько распускаем ряд, где у нас надрезанная была петля. Мы аккуратненько распускаем в одну и в другую сторону, потому что у нас два конца, правильно? И они у нас отходят как раз в одну и в другую сторону распускаются, видите? Вот, таким образом. Мы их распускаем как раз-таки до наших краев нашей мешковины, правильно? Когда они у нас будут пришиты, это все будет четко заметно, да? Пока я показываю это только с одной пришитой стороной. Что интересно, у нас на верхней части, на наших петлях и на другой, на нижней части у нас будет отличаться ровно на одну петлю количество. Вот, поэтому мы не пугаемся. Когда мы распустим все наши петли, аккуратненько продеваем на две разные спицы нижнюю и верхнюю части, помещаем их все на спицы. Я это уже сделаю отдельно, потому что неудобно через камеру, но я думаю, что вам принцип понятен. Мы распускаем до обоих наших краев мешковины и поднимаем все освободившиеся петли нижние на одну спицу и верхние на другую спицу. И давайте встретимся, когда я это сделаю. Смотрите, я пересняла уже петельки образовавшиеся, которые у нас освободились от разрезанного ряда. И смотрите по поводу количества петель. На нижней спице, от которой мы будем вязать планку, давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. У меня 20 петель. Набирала я по внутреннему краю 22 петли. По одной у меня ушло на кромочную, которые у меня спрятались в шов. И 20 петель у меня осталось на мешковину. И так как я буду вывязывать узор рис, как раз это количество петель мне достаточно, чтобы связать необходимый мне узор. То есть количество петель должно быть кратно тому узору, которым вы собираетесь вывязывать вашу планку. Что касается верхней спицы, давайте с вами посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 петель. Это как раз то, о чем я вам говорила, что будут отличаться количество петель. Почему это происходит? Потому что когда направление разное петель, то есть здесь у нас направление вверх, здесь у нас направление вниз петель. И при таком смещении у нас всегда вязание вниз смещается на, ну скажем так, одну петлю. На половину, но по факту у нас на спицах на одну петлю разница. На верхней 19, на нижней 20. И то же самое у нас с нижней части. Вот это та часть мешковины, да, с которой у нас по одной петле кромочной уходит в шов. Здесь той ниточкой, которая осталась от распускания, я уже сняла первую кромочную и ее зафиксировала вот здесь в этом месте, чтобы она не распустилась. То же самое я делаю с вот этой кромочной. Я продеваю ниточку в иголочку и снимаю вот эту кромочную петлю. И я ее присоединю с вот этой ниточкой, свяжу ее, которая образовалась от освобождения петель. Что нужно сделать дальше? Дальше необходимо соединить верхнюю часть, вот эту спицу, с частью мешковины, чтобы это у нас получилось одно полотно. Мы это будем делать с помощью трикотажного шва. И нам нужно продеть ниточку в иголочку. Вот. И самым обычным способом мы будем сшивать наши две детали. Так, чтобы это было незаметно. Я сейчас подниму вот так спицу мою и сшиваем трикотажный шв. И давайте посмотрим поближе, как же нужно выполнить этот трикотажный шов. Я ввожу свою иголочку под низ, да, с внутренней части и завожу под, вот таким образом, под петелечку нижнюю. Оставляю кончик там, небольшой. Дальше вот сюда, с внутренней части, подвожу петлю. Здесь у нас контролируйте кончик. Дальше я возвращаюсь вниз, в нижнюю петлю. Вот так поддеваю. Снимаю со спицы. Теперь в верхнюю часть, в нашу снятую петелечку. И точно так же в верхнюю. Дальше возвращаюсь снова в нижнюю петелечку. Подхватываю следующую. Снимаю ее. И таким же образом нахожу верхнюю снятую петелечку. Захожу в следующую. Снимаю обе. И таким образом у нас образовывается трикотажный шов. Если подтянуть, да, здесь у нас образовывается вот такой невидимый шов. Здесь мы потом закрепим ниточку. И у нас здесь получится абсолютно невидимое соединение. Давайте еще раз покажу. Вот у нас нижняя петелечка снятая. Ввожу в следующую. Так, вот у нас верхняя снятая петелечка. Завожу в следующую. Снимаю. Все таким образом довязываем до конца. И я покажу, что необходимо сделать дальше. Так, вот что у меня получилось после трикотажного шва. Как видите, все достаточно аккуратно. И на последней петелечке, то, что я вам говорила, вверху и внизу петли отличаются. Наверху было на одну петлю меньше. И ту, которая осталась последняя, нижняя, я ее просто аккуратненько прикрепила, замаскировала в общее полотно. И так, вот таким образом это выглядит. Вот так вот выглядит изнанка. Здесь можно заметить, что я, когда снимала вот трикотажный шов, вам показывала, я здесь расщепила немножечко петелечку. И видите, здесь такие вот две немножко деформированные. Но я надеюсь, что у вас получилось все еще лучше, чем у меня. Я просто это не сразу заметила. Но, тем не менее, я думаю, все равно аккуратно, терпимо для образца. Итак, у нас остались совсем последние подготовительные действия. И наш карманчик будет готов. Вы видите, что у меня на спице нижней, последней, осталось 20 петель. Но так как у нас узор рис, число петель должно быть кратно тому узору, которым мы будем вязать нашу планочку, окончание нашего кармана. Но так как мне эти края еще нужно будет пришить, мне нужно добавить по одной кромочной с каждой стороны. Поэтому я присоединяю новую ниточку и просто добавляю к уже существующим по одной петле. С каждой стороны по кромочной. Вы это можете делать любым способом, которым вам удобно. Я добавлю один из предыдущего ряда и следующую просто провяжу. Вот таким образом у меня добавилась кромочная петля. Вот. И дальше я вяжу. Уже вот у меня пошла лицевая. Дальше у меня будет изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким образом я вяжу весь ряд, уже начиная с нашего рисунка рис или жемчужный. И чередую наши петли. И таким образом я дохожу до окончания нашего. И таким же образом мне нужно будет добавить кромочную с другой стороны. Для того, чтобы потом пришить аккуратненько. Здесь у меня будет изнаночная. Вот. И мы ее добавим в дополнительную петельку с предыдущего ряда. Вот таким образом. Вот. Вот что у нас получилось. И должно быть теперь на спицах 22 петли. Давайте пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 петли. Все правильно. И теперь мы вяжем узор рис для планочки на нужную, желаемую нам высоту. И все. На этом все. И дальше мы просто привяжем нашу планочку точно так же с двух сторон. Все. Встретимся, когда у нас это получится. И посмотрим, что в итоге мы имеем. Ну вот, что у меня получилось. Вот так выглядит с лицевой стороны. И вот так выглядит с изнаночной стороны. Кончики я не заправляла, так как у меня это образец. Поэтому для меня это не принципиально. Вот такой прорезной, имитация прорезного кармана у нас получилась. Продолжение следует...